Денис Попович, военный обозреватель, присоединяется к нашему эфиру. Денис, здравствуйте. Добрый день. Ну что, уже и Швейцарию довели. Вообще, как вы к этому относитесь? Страна, которая нейтральность хранила столетиями, вдруг вот такое решение? Великолепная внешняя политика Владимира Путина. Все, что он предполагал, сделает ровно наоборот. То есть, он хотел бросить НАТО на границ 1997 года, теперь она приблизит спотную уже к Санкт-Петербургу. В Финляндии осталась членом НАТО и Швеция на пороге. Швейцария была нейтральной два века, но вот теперь, как видим, она уже не такая нейтральная, как была раньше. Поэтому прекрасная внешняя политика Владимира Путина. Чем только он думал, и чем думали те, кто планировал эту войну, ну, вопрос, как говорится, риторический. Знаете, вот, если так посмотреть на арсенал, которым Украина владеет последние полтора года, скажем, ну, конкретно с начала полномасштабного вторжения, всегда было какое-то одно оружие, символ. И это зависит от того, как идет война, по сути, да? Первый это был Байрактар, помните, как он действительно вошел в народное творчество, это слово вошло, да? Потом Хаймерс. А вот сейчас, как вы думаете, что это? Это Патриот или ожидаемые истребители? Ну, Джавелин еще забыли, не заслужили. Джавелин, совершенно верно. Он тоже вошел в народное творчество, даже сейчас начали блюдо называть. И Байрактар, и Джавелин, то есть, если там позаказывать в ресторанах, можно увидеть меню, соответствующее название. А сейчас все шансы на Патриот. Патриот претендует стать таким символом, с учетом того, что он начал сбивать хваленые ракеты Кинжал, которые были разъеклонированы как фундерваффе, совершенно неуязвимое оружие. Но, как видим, оно вполне уязвимо, что, в общем-то, как бы объясняется тем, что Кинжал – это баллистическая ракета, а Патриот, он предназначен для сбития именно баллистических целей. Но его величество маркетинга превратили Кинжал в нечто неуязвимое. Реальность развеяло, как говорится, эти данные. Самолеты не появились, хотя можно сказать о том, что авиационная коалиция уже создана. То есть, страны есть, страны, которые выразили свое желание обеспечить Украину самолетами. Буквально свежая информация – это Британия и Нидерланды. Вчера было сообщение о том, что они вошли в авиационную коалицию и будут обеспечивать самолетами украинскую армию. Также мы знаем, что Британия будет обучать наших пилотов. Бельгия уже говорит о том, что собирается обучать наших пилотов. То есть, ситуация с самолетами постепенно сбегается с мертвой точки. Ну и, по всей видимости, на народное творчество могла бы претендовать ракета «Шторм Шэдоу». Мы сейчас слышим заявление о том, что она используется в украинской армии. Заявление уже есть в зарубежной прессе. Я не говорю о российских источниках, я говорю о российской прессе. Ну, посмотрим, что дальше появится. Что дальше появится среди символов западного вооружения. Вот давайте сейчас про американскую помощь. Белый дом обсуждает новый пакет помощи Украине. Об этом сообщает политику, ссылаясь на слова неназванного представителя администрации Джозефа Байдена. Что именно в него войдет, в этот пакет пока неизвестно. Однако, Белый дом, как пишет издание, полностью привержен поддержке Киева во время и даже после борьбы с российской оккупацией в течение длительного времени. Напомню, последний пакет военной помощи для Украины был анонсирован США 9 мая. Его сумма составила 1 миллиард и 200 миллионов долларов. Денис, многие ваши коллеги, говоря об истребителях, называют одно имя, от которого зависит поставка этой техники в Украину. Это имя Джозефа Байдена. Разделяете ли вы эту позицию? Действительно ли от одного человека сейчас зависит это решение? Я думаю, что уже нет. В эту авиационную коалицию не входят, судя по Штатам Америки. Они стоят на своем по поводу передачи истребителей F-16. На F-16 есть распоряжение в других государствах, видимо, они собираются нам помогать. В то же время Джозеф Байден, вообще американская сторона, не возражает против этого. Я имею ввиду против передачи истребителей. Поэтому я думаю, что как только делая практическую плоскость, проблем с этим не должно возникнуть. И вот вы вспоминали «Шторм Шэдоу». В Великобритании кроме этих крылатых ракет передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны, боевых беспилотников. Об этом пишет BBC. О передаче нового вооружения стало известно во время визита президента Украины Зеленского в Великобританию 15 мая. Напомню, эта страна передала Украине ракеты «Шторм Шэдоу», которые способны бить по целям на расстоянии более 250 километров. Какие виды вооружений Британия еще может нам предоставить? Я так понимаю, военпром никак не мог вспомнить. Военная промышленность этой страны, она на многое способна? Ну, я еще хочу добавить, что Франция изъявила желание при этом ракете «Скальп», а «Скальп» это и «Шторм Шэдоу». То есть эта ракета, она разрабатывалась совместно английскими и французскими военными предприятиями. Во Франции она называется «Скальп», а в Британии называется «Шторм Шэдоу». Но это в принципе одно и то же. Поэтому еще и с Францией мы будем получать эти ракеты. Что же касается возможностей Великобритании, то в Британии нет на вооружении. Самолеты ВАВ-16, там есть другие самолеты. Но, как видим, британцы достаточно активно помогали нам в поставках бронетехники. Как видим, ракеты. Это еще раньше были ракеты «Бримстон», известное средство противотанковое. Они могут нам поставить дальше бронетехнику. Они в принципе могли бы нам поставлять еще больше танков в «Черленджер». То есть это была первая страна, которая открыла поставки именно тяжелых танков. Альмикс-10 я не отношу к этой категории, потому что многие говорят, что это по большому счету бронемашина. Боевая бронированная машина. И вообще британцы, они ломают барьеры. То есть они сломали барьеры с танками. Они сломали барьеры с дальнобойными ракетами. Но, по большому счету, авиационная коалиция, в которую они вошли и стали одним из организаторов, тоже сломал барьеров. То есть это шаг вперед по сравнению с тем, что было раньше. Ну и давайте не будем с вами забывать об одной вещи. Есть же еще довоенное соглашение о строительстве кораблей в интересах вооруженных сил Украины. И оно осуществлялось и осуществляется на британских мощностях. И это соглашение никто не отменял. Поэтому, в общем-то, и здесь также сотрудничество может продолжаться. О его течении сейчас никто не слышал. Но, тем не менее, соглашения заключены. И, в общем-то, на самом деле никто его не отменял. Ну и тут надо добавить, это, конечно, не про вооружение, а про консультативную помощь. Все-таки Британия – это один из центров, где украинские военные проходят обучение, переквалифицируются. Это тоже огромная-огромная поддержка. Как можно скорее предоставить оружие для контрнаступления вооруженных сил Украины призвал президент Чехии и партнеров Украины. Об этом Петер Павел заявил на Копенгангенском саммите демократии. Он подчеркнул, оружие нужно передать весной, так как осенью погодные условия могут не способствовать успешному наступлению. У Украины есть шанс начать летом существенное контрнаступление, и окно сужается. Чем позже помощь поступит, тем менее полезна она будет. Для того, чтобы использовать это еще имеющееся временное окно, мы должны обеспечить Украину всем необходимым – техникой и боеприпасами еще весной. Петер Павел, президент Чехии. Ну и сам, будучи отставным генералом армии, Петер Павел очень хорошо знает военное дело. Вы разделяете, Денис, его опасения, скажем так, что надо быстрее? Это не опасения, это предупреждения, это пожелания, надо быстрее. Почему? Потому что, ну, временное окно только сейчас открывается, фактически погода только налаживается, буквально несколько теплых дней было. А до тех пор были сплошные дожди, соответственно, была грязь и почва размокла. Сейчас потепление наступило, и почва будет сохнуть постепенно, получая, и будет возможность для того, чтобы начинать активные контрнаступательные действия. Время летит быстро, по большому счету, 3-4 месяца есть на все это дело. Почему? Потому что уже в октябре погода начнет ухудшаться, и уже нужно будет на самом деле уже какие-то итоги подводить. Но вместе с тем, как бы я не считаю, что это будет какой-то единый серьезный удар, да, какая-то Курская дуга, которая начнется, там, условно говоря, 1 июня и закончится 1 июля. Это будет серия последовательных ударов, последовательных операций на различных участках фронта, которые будут направлены на то, чтобы истощать противника, заставлять его оттягивать подразделения на эти участки, где наносятся эти удары, и потом оголять таким образом другие участки фронта, где можно будет осуществлять давление в дальнейшем. Поэтому техника нам понадобится на протяжении всего весеннелетнего периода. И тот факт, что мы сейчас ведем переговоры и о поставках истребителей, и о поставках боеприпасов, и о поставках ракет, снарядов, бронированной техники, все это будет необходимо на протяжении длительного периода времени. Это будет необходимо и после того, как контрнаступательные действия закончатся. Почему? Потому что нет гарантии, что это контрнаступление перейдет к началу мирного процесса и к завершению боевых действий. Ну и в заключении, да, тема боеприпасов, которая так глобально ее в информационное пространство абсолютно уверенно ввел Пригожин, уже даже тоже стал героями мемов с этими боеприпасами. А что у нас с боеприпасами? Ну, знаете, не хотелось бы на эту тему распространяться. К счастью, поставки осуществляются, к счастью. В том числе, они идут от наших западных партнеров, мы это видим. Но они налажены и усилием у Курбранпрома. Мы слышали о том, что есть производство танковых боеприпасов, боеприпасов калибра 122 мм, очень ходовой калибр, который необходим для советской артиллерии. А артиллерия советского образца все еще весьма распространена в вооруженных силах Украины, хотя мы сейчас декларируем, ну и осуществляем, в общем-то, постепенный переход на орудие натоского образца. Поэтому в данном случае нам нужно больше боеприпасов хороших и разных. Хотя, конечно, тут стоит признать, что на самом деле мы расходуем куда меньше боеприпасов, чем это делает наш противник, протектован это разными причинами, начиная от того, что у нас их было банально меньше, меньше запасов были, и заканчивая тем, что мы исповедуем немножко другой стиль обстрелов, стиль артиллерийского огня, больше упирая на качество, чем на количество. Российская армия, мы знаем, что она пыталась вводить огневой вал, большое количество боеприпасов на единицу площади, таким образом просто сносило укрепления. Это немножко не наш стиль, как я уже говорил, в том числе и потому, что запасы боеприпасов у нас были меньше, и мы во многом зависим от западных поставок. Ну, надеюсь, что с этими поставками все будет в порядке. Вот новость о том, что Германия наращивает производственные мощности, чтобы обеспечивать боеприпасами не только Украину, но и страны НАТО. Будем следить за этой темой, она действительно важна, учитывая, как поддерживают союзники нас техникой. Спасибо, Денис, за включение. Это был Денис Попович, военный обозреватель.